Алексей Виллинс, делегат Съезда Народных Депутатов России. Пожалуйста, Алексей, я рад вас видеть. Привет. Взаимно. Еще раз. Добрый день, взаимно. Меня хорошо слышно? Да-да-да, все хорошо. Послушайте меня. Ну, раз уж я начал читать, я вам фразу прочитаю. РИА Новости говорит. Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров во множественном числе. Еще раз. Путин поручил правительству продумать условия разработки суперкомпьютеров. Вот каждое слово можно смаковать. Пожалуйста, прокомментируйте и пойдем по нашим событиям дня. Слово Путин, с этим словом все ясно. В принципе, тут нечего комментировать. Поручил, конечно, это смешно, потому что у нас, у них, я до сих пор как бы себя некоторым ассоциирую с Россией, но я, в общем, являюсь в том числе российским гражданином, поэтому иногда такие оговорки возникают. Путин поручил. Ну, вообще в России, наверное, нет больше никаких уровней органов власти, кроме как единственное, да, царь-батюшка, поэтому. Ну, поручил так поручил. Правительство. Ну, правительство, наверное, не существует как таковое. Правительство, понимаете, такое серьезное, вообще серьезное, серьезное собрание людей, которое действительно решает множество важных вопросов. На сегодня, мне кажется, правительство, ну, оно так, там, конечно, попрофессиональные люди, чем в Государственной Думе, очевидно. Иначе совсем все расползлось и рассыпалось. Но, тем не менее, люди ничего не решающие, да? Суперкомпьютеров, ну, возможно, что он представляет себе как человек, который гордится тем, что не пользуется интернетом и не пользуется смартфоном. Вот это надо еще догадаться, этим гордится, конечно. Вот, наверное, он представляет себе компьютер, суперкомпьютер, знаете, как раньше были вот эти огромные комнаты с ламповыми шкафами, где все щелкало, там, реле всякие, там, грелось это все. И вот такое, может быть, это что-то, я не знаю. Ну, я понял, да. В общем, будет суперкомпьютер. Ну, хорошо. Наша с вами, Алексей, главная тема – это, безусловно, выборы. Вот давайте по ним пойдем и рассмотрим их с самых разных сторон. В российских регионах 8 сентября начались выборы. Они будут длиться три дня. Выбирать будут глав 21 российского региона, мэра Москвы, депутатов в местные парламенты и муниципальные образования. И хотя результаты для многих и так очевидны, некоторые кандидаты все же изменили свою риторику для получения голосов. Так, из-за неоднозначного отношения населения к спецоперации, в кавычках, главы регионов накануне выборов все реже стали говорить о войне. Издание «Верстка» выяснило, что в заявлениях мэра Москвы тема войны звучит реже всего – Собянина. С марта он упоминал ее лишь дважды, все меньше говорят о ней и другие губернаторы, в том числе из Самарской, Нижегородской, Новосибирской и Тюменской областей. До начала предвыборной кампании главы регионов высказывались по этим поводам десятки раз в месяц. Ну, тут у меня к вам как бы два вопроса, два разных вопроса. Первое, есть такая поговорка «грош-цена», вы знаете. Действительно ли выбором этим в Российской Федерации грош-цена? И второе, почему они меньше говорят о войне? Ну, выбором, наверное, не грош-цена. Была бы грош-цена, наверное, они вообще не проводились. Нашли бы какие-то причины, по которым их можно отменить и прочее. Поэтому все-таки некий политез, некую формальность, они все-таки пытаются соблюдать и так далее. Но они уверены в них, потому что электронное голосование всегда решит вопрос в нужном направлении. Кроме того, нормальных кандидатов нет, они все зачищены абсолютно. Поэтому, в принципе, к нынешним выборам совершенно применима фраза из фильма «День выборов». Вот, там, помните, песенка такая была «Выборы, выборы, кандидаты» и так далее. Поэтому, в принципе, сейчас как раз так. Как сказать, в плохом смысле слова, да. Поэтому, ну, вы знаете, я бы тут поспорил насчет риторики. Вот есть такой некий господин Гусев, который баллотируется в числе прочих на должность мэра города Москвы. Так у него, наоборот, военная риторика. Он, наоборот, говорит, что надо там защищать, там даешь, пойдем, сотни тысяч москвичей уже, значит, пошли, там, все это чушь. То есть здесь они, наверное, все-таки пытаются играть на плохой, хороший полицейский, добрый и злой, точнее, не плохой, хороший, а добрый и злой. Добрый и злой полицейский, вот, для того, чтобы, ну, наверное, за Собянина все-таки, как за человека, который на этом фоне, да, более-менее адекватен, хотя он абсолютно неадекватен, конечно. Всю свою депутатскую историю мы пытались с этим бороться, потому что, ну, это другая уже тема, тем не менее. Но то, что сейчас предлагается, конечно, да, так сказать, на безрыбье Собянин, в общем, неплохо, наверное. Руководитель, да. Ну, как это, крепкий хозяйственный, знаете, там, все, так сказать, уже откаты, откаты понятно, куда катятся, там, все налажено, все понятно и прочее, подрядчики понятны, ну, и все такое, то есть уже нормально все. Ну, между прочим, я вам хочу сказать, дорогой Алексей, что Собянин, ему есть что предложить. Вы, наверное, видели новости, там открыли прямо к выборам несколько станций метро. Причем станция метро появилась, это, наверное, мечта, если бы я был в Москве, я бы прыгал до потолка. Станция метро Внуково. То есть впервые метро дошло аж до Внуково, понимаете? Да. Конечно, таксисты будут зарабатывать меньше денег, но насколько это... То есть он знает, он крепкий хозяйственник, понимаете? Крепкий хозяйственник, да, да. И практически ничего не говорит про СВО. У него есть какие-то политические шансы? Да я думаю, что он будет следующим мэром, потому что ему таких, в общем, подобрали, альтернативных кандидатов. Нет, я не имею в виду после Путина. У него есть какие-то шансы повыше? А, это имеется в виду. Я полагаю, что нет. Мне кажется, что те группировки, которые будут бороться за власть, мне кажется, что он там... Хотя, может быть, потому что сейчас он, что называется, такой фигура, которая молчит по поводу войны, ну, или как они там, специально войной операции. Вот, то есть и не нервирует людей, и вроде как делом своим занимается, и так далее, и там подобное. Тут вопрос в том, чей он, к какой группировке он вообще относится. Вот, то, что возникнет после естественного окончания существования президента, или искусственного, вот, там непонятно же, да, кто выскочит, какая группировка действительно окажется на коне, окажется первой. И поэтому здесь вообще все возможно. Может быть, его правда придерживают для этой цели. Может быть. Хорошо. Интересная статистика от Левады Центра, которому я доверяю. Количество определенно поддерживающих действия России в Украине снизилось до 38%. Это рекордно низкий показатель. Посмотрите, пожалуйста, на экран. С начала полномасштабного вторжения, когда доля была 54. На момент проведения опроса в августе скорее поддерживают действия Российской Федерации в Украине 32% респондентов. И вот, обратите внимание, значит, всего, вот посмотрите, первая строчка, всего 38%. Это определенно, да. Дальше 18-24 года, самое низкое 28, 25-39, уже 32, 40-54 года 34 и 55 лет и старше целых 47%. Как прокомментируете это? Ну, во-первых, для меня очевидно, что люди не говорят правды. На самом деле, большее количество недовольны и не считают эту войну правильной, справедливой и нужной. Потому что просто боятся говорить о том, что... Люди вообще даже в частных разговорах, как мне друзья рассказывают, которые прилетают там из Москвы. Буквально вчера мне адвокат рассказывала одна, которая со своими коллегами общалась в Москве. И они просто начинают нервничать и истерить, когда речь заводится о ситуации вот этой. Говорят, что мы не интересуемся, мы не хотим об этом знать и говорить и так далее. Хотя все они, конечно, знают и думают об этом. И, соответственно, процент, который против, на мной взят больше. Ну, может быть, незначительно, не в несколько раз, но точно больше. А что касается возрастных, вот этих вот возрастной разбивки. Ну, смотрите, все как бы просто. То есть чем старше, да, то есть старики, которым не воевать. Там, скажем, если взять 70 лет и выше, наверное, вообще все поддерживают. Ну, за редким исключением. Потому что им точно никуда не надо идти и воевать. Вот. Те люди, которых может это коснуться напрямую, которые могут взять автомат Калашникова и пойти в окопы, они, конечно, естественно, понимают больше. И их это может коснуться, конечно же, не против. А то, что 47% люди там 60+, там и прочее. Так всегда и бывает. Старики отправляют на войну. Молодежь. Не наоборот. Ну, да, пожилые, они голосуют, собственно, давайте прямо скажем, не за войну. Они голосуют за стабильно получаемую пенсию. Поэтому они говорят, да, да. Ну, еще за патриотизм, в кавычках, вот за этот. То, что наши там, то, что мы должны, то, что величие и прочее. Потому что к себе они это точно уже не применяют. Они просто могут безнаказанно кричать, призывать, там, рассказывать и так далее. И уже мне это не коснется. И почему бы и нет? Вот я как. Я думаю, что это тоже играет большую роль. Да, давайте пойдем дальше. Политика не военная, но все равно вокруг нее. Мы с вами знаем, что Путин поедет во Владивосток встречаться с Ким Чен Ыном, но, как выясняется, я об этом совсем забыл. Значит, там же оказывается во Владивостоке Восточноэкономический форум. Я хочу сказать, что я много раз освещал Восточноэкономический форум еще в первые годы Путина, ну вот как только он сделал. И, в принципе, туда приезжало огромное количество людей. Вы знаете, после того, как сделали мост на этот остров, я забыл, как он называется, помните? Да. Значит, там... Вот видите, я пропустил одну важную вещь. Давайте мы сначала ее посмотрим, а потом об этом поговорим. Мы провели... Вот смотрите, мы вспомнили этот опрос. Да, я прошу прощения перед редактором. Вот этот опрос, о котором мы говорили, и мы провели аналогичный опрос среди зрителей нашей трансляции. Давайте увидим результаты. Аналогичный опрос. Вы лично поддерживаете действия российских вооруженных сил в Украине? Определенно, да. 4%. Скорее, да. 1%. Скорее, нет. 2%. Определенно, нет. 90% и затрудняюсь ответить 4%. Ну, давайте скажем откровенно. Нет, Ирина мне говорит, что полторы тысячи человек приняли участие. Могло и 10 тысяч, и миллион принять участие, потому что это зрители нашего канала. И, безусловно, они политически ориентированы. Но просто примем к сведению, что есть определенная часть граждан, которые против этой войны. А поскольку у нас 80% зрителей из Российской Федерации, то понятно, что такие люди есть. Теперь давайте вернемся. Значит, после моста на остров Русский туда приезжало бешеное количество людей, иностранные лидеры и так далее. Почему? Потому что все понимали, что такое построить остров Русский. Это значит, как бы видно, что Путин заботится об этом. Это возможность инвестирования и так далее. И вот печальный результат. Иностранные лидеры отказались ехать к Путину на Восточный экономический форум. Самыми высокопоставленными иностранными представителями, которые разделят сцену с Путиным, станут вице-президент Лаоса Пани Ядхоту, вице-премьер Госсовета КНР Джан Го Цинь, сообщает Moscow Times. Остальные страны-участники представят заместителей министров или послов. Ну, я напомню вам, что и на прошлый форум многие лидеры отказались ехать. От визита в Санкт-Петербург и встречи с Путиным в 22-м году решили воздержаться президента Египта и Уганды. А лидер сообщил об отказе буквально в последний момент. Ну, в общем, короче говоря, вторая шеренга, третья шеренга, вот такая вот история. Тем не менее, он это проводит. Ну, а что им остается делать? Вообще политика достаточно циничная вещь. Не проводить? Не проводить? Нет, ну как не проводить? Ну, тогда, по крайней мере, на внутреннюю аудиторию нельзя будет заявить, что вот у нас проводятся международные какие-то мероприятия, да, куда приезжают. Алексей, ну, дорогой мой, ну, людям абсолютно наплевать, проводится вот этот вот дальневосточный или не проводится. Ну, послушайте меня. Ну, никто этого не помнит. Если я этого не помнил, что до... Ну, я не соглашусь. Значит, неважно, он дальневосточный, ближневосточный, там, какой-то еще, Санкт-Петербург и прочее. Это всегда освещается достаточно подробно. Всегда показывают, как Владимир Владимирович, вот, так сказать, вот приезжают лидеры всяких разных стран. Нас поддерживают, раз приехали. Мы не одни, нас поддерживают. Вот это для этого проводится, больше ни для чего. Ну, так лидеров-то не будет, вы видите, пятая вода на киселе. Расскажешь, что будет. Вот это как раз никто не воспринимает. Вот этих имен в Лаосе, кто там в Лаосе приехал, там, третий помощник министра культуры, там, не знаю, по связям с Российской Федерацией, или кто там у них, президент или премьер-министр, главное, я не знаю просто, вот, кто приехал. Так это все будет подано. А потом главная задача это все-таки переговорить, наверное, с корейскими, там, товарищами, потому что на оружие это нужно. А откуда еще? Корее вообще наплевать уже на все санкции, она сама полностью под санкциями и так далее. Я думаю, что это основная цель. Поэтому как это не проводить? Еще как надо проводить. Я так думаю. Ну, хорошо. Хорошо. Главного связиста береговой охраны погранслужбы ФСБ, еще раз, главного, просто запомнить, кто этот человек, главного связиста береговой охраны погранслужбы ФСБ, обвинили в хищении более 150 миллионов рублей на китайских планшетах. Военный суд в Москве арестовал Дмитрия Кафанова, обвинил в особо крупном групповом мошенничестве. По странному стечению обстоятельств дело открыли после активизации атак на Черноморский флот Российской Федерации. Также, как и после атак на Москву, были арестованы двое генералов московской ПВО, их обвинили в коррупции. Знаете, Алексей, когда я читаю вот эти вот новости, я говорю, да здравствует российская коррупция. Это важная часть, я думаю, что в вооруженных силах Украины или в Генштабе, а может в Министерстве обороны, вот у нас в Украине новый министр обороны, есть отдел по коррупции в России, где изучают, строят графики, а может быть даже коррумпируют, понимаете? Это такая в украинском языке. Положительный опыт. Да, в украинском языке есть такое, знаете, стоит Зеленский и говорит, «Це важлива запорука перемоги». По-русски это важный залог победы, понимаете? Ну, так и есть, так и есть. 150 миллионов рублей на чем? На китайских планшетах. Чтоб ты был здоров, Дмитрий Кафан. Такие истории все время. То это-то была история, когда посадили в Синовского там этого руководителя, он то же самое нагрелся на браслетах этих, которые заключенным вешали. Ну, не заключенным, а вот и так далее. То есть, да все время. А потом, да я всегда так говорил, и, по-моему, даже мы с вами в эфире это говорили, что российская коррупция — это прямо одно из положительных таких вещей вообще для всего мира, потому что если бы не она, то вполне вероятно, что реально российская армия бы была бы ого-го. Но так как все реально украдено, и одни мультфильмы, вот оно так и есть. Это хорошо. Для всего мира хорошо. Поэтому, ну, конечно, да, коррупция — это такая основополагающая вещь. Один мой, так сказать, знакомый, не очень хороший человек, но и бог с ним, он говорил так, что вообще, он знал, о чем он говорил, вот, он говорит, что вообще Россия держится на двух столпах таких, да, на нефти и на коррупции. Вот, то есть, это две вещи, которые, две ноги такие, которые вот, на которых стоит Российская Федерация. Это все очень печально, конечно, но это вот так. Своеобразно. Хорошо, идем дальше. Да, 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 да. Значит, у нас еще с вами есть шесть минут, поэтому я вас развлеку новостями из моей коллекции. Значит, секундочку. Я коллекционирую для своего стрима разные такие, знаете, удивительные сумасшедшинки. И вот совершенно непонятно, как такое может быть. Вот у меня на телефоне, я не буду показывать просто, страница газеты «Брянские новости». «Брянские новости». 8 сентября, сегодняшняя, заголовок. «Европа усилила ограбление жителей Брянской области». Ну, правильно. Вот вы можете мне пояснить? Не, как правильно, ну... А кто еще говорит, Брянской области? Слушайте, я... Не, не, я понимаю, но вот позвольте вопросу на вопрос. Раньше Обама мочился в подъездах, да? И это было нормально в российских, понимаете? Вот, то есть потом Обама вроде перестал быть президентом, но как-то ситуация осталась. Поэтому, а что статья? Так для таких же и написано. Отрабатывают какие-то свои эти самые бюджеты и все. Чушь всякую пишут, президентам не читают. Ну, а что там в статье написано? Написано, что могла сделать Европа для ограбления Брянской области. Я вам сейчас объясню легко. Я не читал эту ахинею, конечно, вот. Но я могу понять, что там написано примерно. Ну, наверное, каким образом? Значит, ввели какие-нибудь санкции на то, что производит Брянская область, например, да? Хотя я затрудняюсь, что они там производят. Не знаю, что. Ну, правда, не знаю. Ну, пусть они производят, я не знаю, там, какие-нибудь трубопрокат, например, да? Вот. И вот этот трубопрокат перестали покупать. Значит, у нас безработица, они контракты заключили, значит, все это порвали. Это вообще нарушение всех международных гражданско-правовых и прочих норм. И вообще вот, ну, что-то в этом духе, пожалуйста. Я могу такие статьи тоже писать, если можно. Мы с вами устроимся СММщиками, будем деньги зарабатывать. Я очень люблю читать Дмитрия Анатольевича Медведева, Сергея Миронова и так далее. Вот прочитаю вам Сергея Миронова. Очень важный пост, который он написал. Он стоит в ДНР, вот в этой, на фоне фотографии Захарченко. Помните, которого взорвали или что там с ним сделали? И он пишет, на месте гибели первого главы ДНР Александра Захарченко. Батя был настоящим русским воином. Не боялся никого и ничего. Он стал одним из отцов современного русского Донбасса. Такие люди остаются в памяти поколений. И мы, конечно, будем помнить его всегда. А внизу под этим комментарии. Ну, его там смешивают с дерьмом, но дело не в этом. Один человек написал интересный комментарий. Сегодня годовщина взрыва дома на улице Гурьянова. Но путинские халуи, разумеется, об этом не вспоминают. Они вспоминают путинского бандюка. Вот понимаете, что делает интернет? Он там стоит гордый такой, вот с кувалдой. Ну, шутка, без кувалды. Не, не, а что? Вы увидели фотографию? У него в кабинете там он с кувалдочкой как-то стоит. Она, скорее всего, какая-то из папье-машеп, потому что он просто не поднял бы настоящее. Вот, но это... Вы знаете, где-то году, наверное, в 18-м или 19-м я шел мимо Государственной Думы. И какое стопотворение смотрю, значит, Миронов вышел в тапочках. Это на улицу. Вот, понимаете? То есть это было там 5-6 лет назад. Женат, и дедушка уже еле ходил в то время. Понимаете? У него, по-моему, уже седьмой брак. Ну, он седьмой раз женат. Вот сейчас. Или уже седьмой, или восьмой. То есть у него вообще свои там интересы какие-то. Он на своей волне абсолютно. То есть это просто такая, ну, как попка. Вот он что-то там ему закладывает, он что-то там выдает. Вот, это вообще абсолютно уже он там о своем одевичьем, о чем-то думает. Неадекват, короче говоря. Как видите, и как видите, в президентских выборах участвовать не будет, а переложил на Владимира Владимировича Путина. Мы будем поддерживать его на выборах. Ну, правильно, правильно. Что ж. Слушайте, это все вот это вакханалие закончится только тогда, когда Путин уйдет? Я думаю, что, ну, условно да, формально да. Потому что либо он уйдет, либо его уйдут. Но видите, он уже, по сути дела, у дела закусил. И обратно никак. Но ситуация такая, на сегодняшний день, по-моему, это качели какие-то. То есть, к сожалению, в нужную сторону качнуть в силу ряда объективных причин не получается. Может быть, это какая-то позиция союзников западных, там, и американских, и так далее. И поэтому, мне кажется, сейчас, я, конечно, там свечку, естественно, не держал. Но мне кажется, что он сейчас немножко, так сказать, в себе так окреп в своей уверенности, что что-то как-то здесь можно. Как-то выйти, сохранив лицо из этой ситуации. И это, конечно, было бы очень плохо. Потому что это очевидно и объективно, это загонять всю ситуацию, весь этот нарыв, загонять глубже. Очевидно, что он через какое-то время опять начнет себя вести так, как он себя вел, если не хуже, уже учитывая опыт, уже модернизируя армию, так сказать, которая сейчас, в принципе, приобрела, российская армия приобрела бесценный боевой опыт, уже много чего налажено и так далее. Страна переходит на так, ну, более или менее на военные рельсы. То есть здесь, если сейчас это не додавить, не добить до конца, то не знаю, о чем люди думают, которые позволяют это сделать, не добивать до конца. Но мне кажется, будет очень плохая ситуация в будущем, через несколько лет. Спасибо вам большое, Алексей. Спокойного вам дня. Украинцы всегда желают друг другу спокойного дня, спокойного вечера. Спасибо, что были с нами. Благодарю вас, дорогие друзья. Это был Алексей Виллинс, делегат Съезда народных депутатов.